Последние штрихи перед началом сезона в музыкальном театре в полный рост идут репетиции. Зрителей ждет множество сюрпризов. В октябре в наш город приезжает труппа Минского театра, а наши артисты уезжают в Братскую Республику с ответным визитом. На Ивановской сцене будут показаны интереснейшие постановки. Честно говоря, я даже прям завидую ивановцам, потому что они привозят очень интересную программу. Это спектакли, которые, к сожалению, мы даже не сможем сегодня поставить из-за прав. Допустим, «Моя прекрасная леди» сегодня в России практически никто не ставит, потому что выкупить права у авторов практически сегодня невозможно. А в Беларуси, видимо, у них попроще всего. Спектакли интересные, в нашем репертуаре их нет. Премьеры будут преследовать театралов до конца года и в начале следующего. В конце ноября у нас состоится премьера. Премьера мюзикла «Продавец игрушек». Для этого был приглашен режиссер и художник из Москвы, автор мюзикла Добросовский. Он же, может быть, вы видели фильм «Продавец игрушек» 2012 года с Пьером Ришаро. Он же написал и сценарий, и, соответственно, пьесу для нашего театра. У нас будет мировая, опять-таки, премьера, он еще пока нигде не идет. Мы ввели в обязательный клад для отчества балета уроки по современной хореографии. То есть классический тренаж никто не отменял, но чтобы труппа развивалась, менялась, в театре появляются мюзиклы. Естественно, это другие требования к пластическому, к хореографическому решению на сцене, к требованию к балету. Поэтому занимается современной хореографией. Надеемся, что весной итог нашей работы с ними – это будет одноактовая постановка на метрели современного танца исключительно на труппу балета. В декабре состоится бенефис любимого публика и артиста Валерия Пименова. Перед Новым годом зрители увидят премьеру сказки «Красавица и чудовище». Ждут в 2019-м публику и праздничные события. 200 лет исполняется жанру оперетты. Артисты готовят подарок – либретто «Прекрасная Елена» Жака Аффенбаха. Театр драмы не отстает. Сезон открывает премьерой постановкой «Лэйдис Найт». Эксцентричный спектакль зрители видели летом всего два раза. Можно считать, это были предпоказы. Премьера 13-го числа. Ждут зрителей два спектакля на малой сцене «Сон об осени» современного драматурга Юна Фосса и «Жизнь Василия Фивейского» по повести Леонида Андреева. Нам удалось создать конструкцию в форме амфитеатра, которая устанавливается прямо на сцене. И зритель будет смотреть спектакль уже в каком-то новом ракурсе. Малая сцена вообще очень важна для театра. Она важна и для артиста, и для зрителя. Это совсем другая атмосфера, это совсем другая подача режиссерская, актерская. Это обязательно надо увидеть. Зрителям повезет увидеть и отличные спектакли в рамках фестиваля «Золотая маска». Гости из других регионов покажут нам свои титулованные и любимые театралами страны работы уже в ноябре. У нас обязательно в этом сезоне появятся два новых названия, на которые бы хотелось бы обратить внимание. Это слуга двух господ. Найти постановку по интересам и настроению сможет каждый житель города. Сезон обещает быть невероятно продуктивным. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.